Всем привет! А с вами снова рубрика за кадром творчества и сегодня я вам расскажу, чем я занималась до того, как начала лепить. Сразу замечу, что в лепку я пришла в августе 2013 года. Раньше творческим человеком меня точно нельзя было бы назвать, никогда ничем не занималась длительное время. Рисовать не люблю и не особо умею. Лепила из пластилина в очень глубоком детстве, думаю еще до школы. Люблю и умею неплохо готовить, если это можно приписать к творчеству. Конечно, благодаря маме умею шить, штук вязать спицами и крючком и вышивать, но особо никогда в это не втягивалась. Играла на фортепиано, гитаре, паяне даже, но все же не затянуло меня все это надолго. Так что творческая карьера явно не была мне предписана. Да и не особо хотелось. В школе я любила математику, алгебру и геометрию. Вот это была моя страсть. Ну и черчение в конце концов подвели меня к мысли, что хочу что-то создавать, возможно строить. Но по какой-то странной причине я все же пришла подавать документы на художественную обработку материалов после сдачи ЕГЭ. На месте выяснилось, что художник еще и рисунок сдавать нужно. Ну, нафиг подумала я и подала документы на технологию машиностроения. Ну а что? Там и конструирование, там и чертежи, и математика моя любимая, да и конкурс больше, народу куча. Прошла без проблем на бюджет и даже окончила специальность с красным дипломом. Учеба давалась просто и не особо напрягала. Так что параллельно я еще на второй вышке получила образование экономиста-менеджера. Ну так, на всякий случай. А вот где-нибудь сгодится. Но после окончания универа я понимала, что идти на завод и работать там меня никак не устроит. Да никто особо выпускников даже с красным дипломом там не ждет. Всем нужен большой опыт работы. Поэтому я решила остаться в универе и стала ассистентом преподавателя. Была куратором, вела теоретическую механику, теорию механизмов машин, материаловедение, режущие инструменты, проектирование автоматизированных участков и цеков и еще некоторые предметы. Но ассистент, конечно, звучит смешно, так как работали все молодые ассистенты, так же и столько же, как и старшие преподаватели. Вели лекции, практики, лабораторные, курсовые, принимали зачеты, экзамены, вели своих дипломников, активно участвовали во всех мероприятиях своего вуза, писали методички и статьи для журналов. Разве что зарплата наша была смехотворна. По секрету скажу, что стипендия студентов порой была выше, чем наша зарплата, но не об этом сейчас. И все было бы неплохо и даже отлично, ибо преподавание мне всегда нравилось, но, к сожалению, с года в год приходило все большее разочарование в нашей системе образования. Вырисовывались огромные минусы, которые, будучи студенткой, я не замечала. В итоге из преподавателей ассистенты превращались в своего рода секретарей, и большая часть работы в вузе была направлена не на обучение и занятия со студентами, а на заполнение ненужных бумажек и компьютерных форм с рабочими программами, чтобы наш начальник мог получать побольше бабок и присваивать себе наши статьи и методички, в которых себя он ставил со автором или вообще автором, хотя даже мизинцы не поднял, чтобы как-то поучаствовать в работе. Обучение студентов по просто было никому не нужно. Главной целью стала сдача нормативов, чтобы держать планку и нужный балл, поэтому студентов натаскивали в тестом, причем тесты решали сами преподаватели, а студентам нужно было просто запомнить правильные ответы, чтобы перед важными дядьками не опозориться и сдать все тестовые задания как можно лучше. Естественно, что там оставалось в головах у студентов, никого не волновало. Постоянные попытки подстав от учебного отдела, якобы просьбы от начальства пожалеть несчастных студентов и поставить им за счеты экзамены просто так, ведь время сейчас такое, сидите слабенькие, глупенькие, надо с этим считаться. Каждый сентябрь как лотерея, приходишь и на тебе, вчера ты вел механику и материаловедение, а в этом году ты вдруг должен немедленно стать специалистом по техпроцессам и МК. И неважно, хочу ли я везти эти предметы, все упиралось в дележку часов и ставок. Последней каплей стало то, что у меня забрали предмет, который я вела пять лет и поставили вместо него совершенно другие предметы, которые попросту никто не хотел везти. Ну, в общем, веселые дни в универе были у меня не только как у студента, но и как преподавателя. Рассказывать об этом можно долго и весело. В последний год преподавания я начала снимать уроки на YouTube, но не по механике, а по лепке и уже видела, что люди не просто приходят посмотреть, они задают вопросы, чем ты интересуется, им действительно интересно. И, наверное, это тоже стало решающим в том, что я с легкостью покинула универ и стала уже учить людей на YouTube. YouTube позволил не только учить, но и учиться, общаться с теми, кому действительно было интересно узнать что-то новое. Конечно, преподавать стоя у доски перед группой студентов, а порой и не одной, это совершенно другое. Особенно, когда эти студенты новички и вам предстоит на протяжении долгих лет видеть друг друга каждую неделю. Но, с другой стороны, уроки на YouTube это не все. Теперь есть возможность проводить и живые уроки по лепке, как онлайн, так и в студиях. Но, когда ты приходишь на такие живые уроки, ты видишь, что люди действительно хотят научиться, действительно тебя слушают, задают вопросы и хотят знать. В универе же таких активных заинтересованных личностей можно было пересчитать по пальцам. Но не из-за того, что я плохой учитель. Я думаю большинство моих студентов с облегчением выдохнули, когда я ушла, ибо мои принципы были вечно непоколебимы. Со студентов я драла три шкуры в соответствии с программами, по которым мы работали. Зато теперь там правят бал мягкие, боящиеся начальству слова сказать людишки. Так что думаю, что и последний двоечник сейчас с легкостью сдает все мои предметы, скорчив несчастную рожицу и выдавив пару селезинок. Я же спуску, увы, не давала никому и даже себе. Вот так неожиданно и окончательно я пришла в лепку. Думала преподавать и учить лепки людей в студиях и кружках города. Но, увы, даже несмотря на то, что работы мои всем нравились, но закраты материалов были немалые. Поэтому в разумительных мест в своем городе я не нашла. Поэтому время от времени проводила живые уроки в студиях города, а так большая часть моих уроков это мастер-классы на YouTube, как открытые, так и закрытые и онлайн конференции. Но как же это приятно работать на себя, заниматься тем, что действительно нравится, что действительно любишь. Не отчитываться за каждый шаг перед каким-то там начальством и видеть отдачу. Видеть, что не только тебе приносит такая работа удовольствие и деньги, но и приносит знания другим. Так приятно читать отзывы о своей работе от клиентов, от учеников благодарности за то, что у них наконец-то получилось что-то. Видеть их и, возможно, даже ваши работы и при этом внутренне гордиться этим. Потому что вот она главная задача канала. Научить. Не просто показать как, а научить, смотивировать, заразить деятельностью, вдохновить как можно больше народу. Я счастливый человек, ведь у меня есть любимый муж, любящая семья, друзья и любимая работа, которая приносит мне удовольствие. Даже когда весь день работаешь и к вечеру понимаешь, что и рукой пошевелить уже не можешь, а в голове продолжают появляться какие-то новые идеи и тебя это не раздражает, это здорово. Желаю каждому найти работу, которая будет приносить и удовольствие и доход и радовать окружающих. Я стараюсь вставать пораньше и не важно какой день недели, чтобы поскорее воплотить еще одну идею в жизнь. Любить свою работу это бесценно. И конечно же, если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Пишите в комментариях, чтобы вы еще хотели узнать из творческой жизни за кадром. И как всегда, всем отличного настроения и до встречи в новом видео. Пока!